Добрый вечер. В эфире программа «В центре внимания». Начать сегодняшний эфир хотелось бы следующим перефразом. Нет повести, волнующей на свете, чем единые госэкзамены выпускники, они же дети. Дело в том, что 25 мая начался основной этап итоговой государственной аттестации выпускников школ. ЕГЭ станет предметом детальной беседы с министром образования и науки Архангельской области Игорем Скубенко. Игорь Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, ЕГЭ начался. Первыми экзаменами были дисциплины по выбору. Это ЕГЭ по географии и литературе. Как прошли экзамены? Слава Богу, без экстессов. Как говорится, в рабочей обстановке. Собираем еще до конца все данные. Вы знаете, что есть онлайн-наблюдение. Может быть, будут какие-то метки, которые нам нужно будет отработать соответственно. Но пока у меня нет информации, что где-то есть какие-то серьезные нарушения. Слава Богу. Сколько человек приняло участие в этих двух экзаменах? Первый экзамен у нас немногочисленный. Это 600 ребят. География – это порядка 170 человек. Ну и остальные ребята, которые выбрали у нас литературу. Когда ребята смогут узнать свои оценки? У нас есть соответствующий график. Доведение результатов 3 июня мы получим из обработки все результаты. И, соответственно, в этот же день все наши учреждения получат уже готовый результат по каждому обучающемуся. Ну и, несомненно, два главных экзамена, два самых массовых экзамена. Их еще называют обязательными. Это ЕГЭ по русскому языку и математике. Когда пройдут эти экзамены и чего ждать ребятам? Русский язык в ближайшее время, уже на этой неделе, 28 мая, будет первый наш массовый экзамен. Очень для нас ответственный. И, соответственно, математика в этом году у нас делится на два уровня. Это базовый и профильный. 1 июня базовый и 4 июня профильный уровень по математике. О новациях ЕГЭ мы поговорим чуть позже. Сейчас я хочу уточнить, сколько всего выпускников в этом году, выпускников школы будут сдавать ЕГЭ? Количество немаленькое. Более 7 тысяч человек. Это ребята, которые у нас на волне единого государственного экзамена. И второй год подряд мы, как организаторы, организуем основной государственный экзамен, ОГЭ так называем. Это порядка 10 тысяч человек примут в нем участие. То есть, надо понимать и с нашей стороны большую ответственность, как основных организаторов ответственных и, соответственно, наших помощников на уровне муниципальных образований. Я хочу уточнить, 7 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ, но среди них есть и выпускники прошлых лет, которые решили улучшить свои результаты. Да, конечно. Я называю цифры общего количества ребят, которые, мы предполагаем, придут на пункты проведения экзамена. Как раз хотелось бы поговорить о новациях. В первые в этом году 11-классники писали сочинения, чтобы получить допуск к ЕГЭ. Насколько успешно все прошло в Архангельской области и для чего введена эта дополнительная нагрузка, может быть, на ребят? Введение сочинения, мы его называем президентским сочинением. Это была такая инициатива Владимира Владимировича Путина. С точки зрения той аналитики, которая была сделана в плане того, насколько наши ребята читают, анализируют, умеют излагать свои мысли и так далее. Можно продолжать. Считаю, что это абсолютно своевременно было введено. Сочинения, к счастью, наши ребята написали достойно. Мы после первой волны, так называемой, 3 декабря 2014 года, у нас не написавших ребят было около 2% от общего количества. И после повторной сдачи таких ребят у нас осталось буквально единицы на самом деле. Я считаю, что сочинения ребята Архангельской области написали очень хорошо. Я назвал президентское сочинение нагрузкой. Судя по всему, вы так не считаете? Я не считаю. Мы сегодня те нововведения, которые принимаются в федерации, принимаем для себя в работу и считаем, что то, что делается, делается очень правильно. Потому что все эти нововведения формируются, исходя из наших же предложений. То есть мы после каждой волны единого государственного экзамена формируем определенные предложения в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации. Предложения, которые в том числе включают поступающие сигналы с мест от конкретной каждой школы. Поэтому я думаю, что все это правильно. И мы в этом году тоже достойно проведем единый государственный экзамен и ОГЭ. И думаю, что результаты наших ребят будут хорошие. Мы плавно подошли к вопросу о новациях в едином госэкзамене. Вы уже упомянули, что математика разделена на два уровня – базовый и профильный. Есть что-то еще новое в этом году? Да, мы много об этом говорили. У нас есть соответствующий в том числе план, медиаплан, по которому мы работаем. Мы обязаны это делать. Я здесь благодарен всем средствам массовой информации, которые сотрудничают с нами. Это и раздел «Говорение» в иностранных языках. Мы тоже об этом много говорили и рассказывали, как это все будет происходить. В школах об этом знают. Ребята тоже все осведомлены. Значит, математика два уровня – базовый и профильный. Базовый – это для того, чтобы получить аттестат ребятам, которые математика в дальнейшем не нужна будет. Но их принято называть гуманитарией. Ну, наверное, так, да. И, соответственно, профильный уровень математики – ребятам, которым математика необходима будет при поступлении в учреждение высшего профессионального образования. То есть, 100-бальниками будут те ребята по математике, кто выбрал именно профильный, да? На базовом 100 баллов не набрать, получается? 100 баллов не набрать, если в иностранных языках выбрана только письменная работа. А по математике? Там «Говорение» 20 баллов. По математике, ну, там, соответственно, тоже есть определенные моменты, в которых 100 баллов могут ребята набрать только выборов профильного уровня. Вот успевают ли сами ребята подготовиться к этим новациям? Хватает ли им времени, может быть, не чувствуют ли они дополнительной психологической нагрузки? Вы знаете, в этом плане ведь ничего не меняется в учебной программе. Поэтому, если подходить со всей ответственностью к занятиям в школе, к подготовке непосредственно уже к экзаменационной паре, то я думаю, что это должно быть вообще незаметно абсолютно. И ребята из-за этих новаций, которые вводятся, они только плюсы получают и определенное облегчение для себя. Те, кто готовится достойно, готовился до этого достаточно, так скажем, серьезно, подходил к учебе, я думаю, что должны сказать нам только спасибо. Я бы хотел поговорить о другой стороне ЕГЭ, о том, что остается за кадром. Это вопрос организации самого госэкзамена, да? Нужно же решить вопрос доставки контрольных измерительных материалов. Нужно организовать пункты проведения ЕГЭ. Насколько сложна эта работа, как заранее министерство начинает проводить вот эту экзаменационную кампанию? Ну, да, действительно, то, что происходит за кулисами, мы порой не рассказываем. Это большая очень работа с нашей стороны. Проводится подготовка, масса совещаний, отработка с нашими помощниками. Это и с управлением внутренних дел по Архангельской области, управлением спецсвязи, с Ростелекомом, поскольку видеонаблюдение там тоже под непосредственным, так скажем, контролем сотрудникам этой организации. Ну и, конечно, мы проводим соответствующие тренировки предварительно для того, чтобы во всей этой процедуре не было никаких сбоев. Отдельный вопрос, конечно, по доставке. Регион громадный, не везде есть достойные хорошие дороги. Соответственно, здесь тоже есть ряд таких и технических нюансов, и логистических, которые необходимо отработать в полной мере для того, чтобы экзамен прошел без сбоев, и материалы были доставлены в ту или иную сторону вовремя. Но немаловажно то, что нет утечек информации при доставке кимов. Насколько я помню, в прошлом году регион был отмечен как один из регионов, которые наиболее достойно, скажем так, провели ЕГЭ. Да, действительно, это так. Мы по итогам прошлого года Архангельская область была отмечена соответствующим дипломом службы Рособорнадзора. Получили также наш региональный центр обработки информации, получил в том числе и премию федеральную для обновления материальной базы. Два региона были отмечены, таким образом, это Алтайский край и наша область. Если говорить о видеонаблюдении, все ли аудитории по-прежнему оснащены видеокамерами, и все ли аудитории оснащены видеокамерами, которые работают в режиме онлайн, чтобы, в общем-то, сторонние наблюдатели могли смотреть, мониторить ход экзамена? Мы стремимся к тому, чтобы у нас все аудитории работали в режиме онлайн, чтобы можно было, не выходя, скажем, из кабинета, ну, из моего или коллег, которым поручена эта работа, значит, наблюдать за каждой аудиторией во время проведения экзамена. По шаговому к этому стремимся. Значит, в прошлом году, если у нас аудиторий онлайн наблюдения было, ну, порядка 30%, в этом году уже 60%, то есть в два раза больше. А вообще, в целом, видеокамерами, конечно, у нас обеспечены все аудитории, просто отдельно аудитории работают в режиме записи, когда в последующем можно просмотреть то, что там происходило, если возникают какие-то апелляции на результаты там и так далее. Вот появление видеокамеры в свое время вызвало достаточно масштабные дискуссии. На Ваш взгляд, эта практика оправдала себя? Конечно, оправдала. Я еще раз повторюсь, когда возникают какие-то вопросы у самих же обучающихся, претензии со стороны наблюдателей там и так далее, мы можем еще раз, значит, просмотреть всю запись. Там полностью охват обеспечен двумя камерами, как минимум. Соответственно, по результатам принять меры или, значит, какие-то решения. Ну, такой бытовой пример, как видеорегистратор в автомобиле, я думаю, что у многих автолюбителей уже есть. И действительно, в случае какой-то ситуации можно посмотреть видео и решить все вопросы. Да, аналог можно провести. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, это нарушение на ЭГЭ. Давайте еще раз акцентируем внимание, что можно на экзамене, чего категорически нельзя делать. Ну, прежде всего, значит, необходимо исключить все гаджеты, которые сегодня есть, существуют. Абсолютно не то, что я не рекомендую, я настоятельно советую ребятам не проносить в пункты проведения экзамена мобильные телефоны. Если в прошлом году у нас, в том числе и вещи личные, можно было складировать непосредственно в аудитории, в отдельном месте, сегодня в аудитории это также делать нельзя. Все сумки, ранцы и так далее, они складируются в специально отведенном помещении. Под охраной находятся? Да, под соответствующей охраной. Мобильные телефоны я бы вообще рекомендовал оставить дома, чтобы не было никаких недоразумений. Вы знаете, примеров массово можно приводить, когда ко мне в прошлом году приходили на прием плачущие родители с ребятами, удаленными с экзаменом. То есть, за то, что у них был телефон или телефон зазвонил, или они им пользовались? Были даже у нас моменты. По правилам, вообще в пункте проведения экзаменов телефоны запрещены. То есть, заходя в школу? Заходя в школу, пункт проведения экзаменов – это вход в школу. Звонили телефоны в сумках, которые находились там в аудитории. Соответственно, по правилам, формально, мы обязаны таких ребят удалять. Прецеденты были, удаляли. Потом ребятам, по решению уже только государственной организационной комиссии, которую я возглавляю, двум ребятам разрешили пересдавать экзамен. Чтобы этого не было, потому что потом вопросы и ко мне возникают со стороны службы Рособорнадзора. Почему у вас такое произошло? Рекомендую дома оставить и не скушать себя воспользоваться. То есть, любой планшетный компьютер, любой мобильник в пункте проведения экзамена – это уже автоматическая дисквалификация человека? Совершенно верно. Мы об этом неоднократно говорили. Сами ребята знают об этом? Может быть, и не всем говорят? Вы знаете, та компания, которую мы проводим, информационная, в этом плане, я думаю, что мы уже, наверное, только дошкольники, может быть, еще не вникают в эти процессы. Хотя они уже с планшетами на «ты». Хотя они уже с планшетами на «ты». У меня ребенок еще далеко до единого государственного экзамена. Он учится только в пятом классе, но сегодня уже знает тоже вот эти все моменты. И я знаю, что они обсуждают это в школе. И, соответственно, это говорит о том, что действительно и в образовательных организациях такая работа очень плотно достаточно проводится. В незаконной шпаргалке, да? То есть, если автоматически человека, что называется, ловят с поличным, он удаляется, а работа аннулируется? Вы знаете, простой пример. Я учился в институте, и однажды меня на одной из работ у меня заметили шпаргалку. Но это не сессия была? Это была не сессия, это был коллоквиум, там, высшая математика. Значит, меня абсолютно справедливо удалили, но при этом мне была дана возможность в последующем, значит, работу написать. В данном случае, значит, ребята будут удалены без права пересдачи. Поэтому такой плохой пример, который министр привел, значит, не нужно их повторять на едином государственном экзамене или на основном государственном экзамене. И все же, списывать или нет, вы можете разубедить в этом стремлении сыграть нечестно ребят? Ваш главный довод. Ну, опять же, возвращаясь к приведенному примеру, я должен сказать, что когда я учился, мы умудрялись на маленьких бумажках переписывать целые учебники. Но при этом, я должен сказать, я лично в школе, конечно, шпаргалками не пользовался. Потому что мне вот этот сам процесс повторения материала путем его, значит, обозначения на тетради или бумаге позволял еще раз повторить. То есть, психологи как раз рекомендуют изготовить шпаргалку, запомнить, но не брать ее с собой на экзамен? Совершенно верно. Если вот таким образом, то я это приветствую. Но проносить некие шпаргалки и так далее в пункты проведения в аудитории не стоит, поскольку, если даже ее не заметят непосредственно в аудитории, человек, который отвечает за работу в данный момент, ее могут заметить и онлайн-наблюдатели, и общественные наблюдатели, и федеральный наблюдатель. И в последующем работа будет аннулирована. То есть, даже если я во время экзамена списал, что называется, и меня не заметили, я вышел сухим из ВВД, то запись с экзаменом могут просмотреть, или человек, который мониторит в режиме онлайн, он ставит метку, потом комиссия расследует, и уже постфактум работа будет аннулирована? Вы абсолютно все правильно сказали. Это именно так, и мы даже в процессе экзамена не знаем, какие метки отмечают. Ее могут отметить любой наблюдатель из любой точки Российской Федерации, в том числе и из центра в Рособорнадзоре. Поэтому искушать, опять же, еще говорю, не нужно, и просто необходимо прийти на экзамен со своими знаниями и спокойно написать работу. Тем более, что удаление с основных экзаменов, с русского языка и математики, и аннулирование работы означает, что человек останется на год без аттестата? Да, мы об этом же говорим. Я слышал о том, что заряды планы сделать ЕГЭ круглогодичным. Вам что-то об этом известно уже? Насколько эти планы реальны? Ну, вообще об этом говорят, на самом деле, и в Федеральной службе по надзору, в сфере образования, в министерстве. В нашем головном, пока есть такие, скажем, экспериментальные точки, независимые точки проведения государственной итоговой аттестации в отдельных регионах, таких точек 6. Если нам предложат, мы тоже, в общем-то, готовы были бы у себя такой пункт создать. Но пока активно эта тема не обсуждается. Я думаю, что еще посмотрят, как эти пункты работают, где-то какие-то минусы, может быть, будут обозначены, где-то отработают какие-то вопросы, и в последующем возможно, что когда-то мы к этому придем. То есть пока десятиклассникам, сегодняшним девятиклассникам, в общем-то, им переживать не стоит? Да нет, им переживать не стоит. Нужно сегодня спокойно, еще раз повторяюсь, принять то, что есть, готовиться к экзаменам, вовремя приходить, не пользоваться запрещенными методами, о которых мы говорили. То есть пусть это будет действительно честной оценкой? Да, совершенно верно. Мы об этом всегда и говорим. Для чего это все делается? Для того, чтобы обеспечить действительно честные оценки, прозрачность и справедливость этих оценок. То есть тот самый случай, когда от каждого по способностям? Да, и каждому по-моему. Я как-то уже спрашивался об этом, хочу повторить вопрос. Ваша оценка ЕГЭ, как и инструмент оценки знаний ребят, не только с позиции министра образования, но и с позиции родителей. Вы сказали, что у вас тоже дети-школьники. Вы знаете, я абсолютно позитивно отношусь к тому, что сейчас происходит. Повторюсь, не надо сегодня сравнивать то, что было в 80-е, в 90-е. Мы сегодня живем не то, что в новое время, но фактически в другой стране. Многое изменилось за это время. Меняется жизнь, меняется государство, информатизация нашего общества. Меняется сам ритм жизни. Ритм жизни, безусловно. Поэтому нужно принимать то, что сегодня есть. Повторюсь, сама процедура экзамена, она даже за последние три года существенно поменялась. Мы обращаем внимание, опять же, на минусы. Ежегодно шлифуем, что-то полируем, направляем свои какие-то замечания. Они находят отражение в тех правилах, которые мы получаем на новый учебный год, на новую волну единого государственного экзамена. Нет ли у вас ощущения, что, может быть, родители чрезмерно накручивают своих детей, что ребята, может быть, несколько психологически перегружены вот этой атмосферой подготовки к ЕГЭ, что, может быть, они не готовы показать те знания, которыми они обладают именно на экзамене. Вот что сделать в этом случае? Ребята готовы показать те знания, которые на экзаменах, которые они получили в процессе обучения. Тут я с вами соглашусь, что, да, действительно, есть такой момент, что где-то больше волнуются у нас действительно родители, а иногда даже учителя. Я знаю это в общении и так далее. Они переживают, безусловно, за своих воспитанников. Тут, конечно, нужно все-таки достаточно спокойно подойти к этому моменту. В жизни будет еще достаточно много испытаний. И посерьезнее. И посерьезнее, безусловно. Поэтому будут и экзамены, и какие-то аттестации и так далее. Это в нашей жизни ежегодно происходит. И, может быть, это не самый, скажем так, такой большой еще экзамен в жизни каждого человека, который сегодня завершает определенный этап обучения. Так ли страшен ЕГЭ, как его молюют? Я знаю, что вы сами решали некоторые задания. Может быть, действительно, эта обстановка накаляется чрезмерно, и ребята получают вопросы, которыми не вполне по силам. Ну, знаете, тут просто так вспоминаю, мне кто-то сказал, что у вас ЕГЭ – это как спецоперация какая-то. Ну, может быть, действительно, со стороны так кажется, но на самом деле мы стараемся, ребята, и обезопасить от определенных моментов, создать, наоборот, такую атмосферу спокойную, чтобы ребята ни на что не отвлекались, сели, достойно написали. Чтобы все это было прозрачно, абсолютно объективно, справедливо, и чтобы возможности для ребят были абсолютно равные, и оценки последующие были правильные. Поэтому, еще раз повторюсь, ничего сверх того, что давалось в школе, мы сегодня не требуем. Задания, они не какого-то уровня олимпиадного и так далее. Нужно просто вспомнить то, чему учили. И нужно верить в себя. Совершенно верно. Если сравнивать предыдущие годы, можно ли сказать о том, что появление новых правил, вот этот курс на объективность, на честность, он сказался на оценках выпускников, и что ребята стали меньше списывать, а значит, и показывать хуже знаний. Вы знаете, как показывает прошлый год, я беру основные наши массовые экзамены, это же русский язык и математика. По русскому языку, даже по 100 бальникам такой показатель, мы в два раза показали лучшие результаты, чем в предыдущий год, когда не было таких жестких условий. Наши работы, работы наших ребят, специально даже запросила Федеральная служба по надзору в сфере образования для перепроверки. Да, потому что как же так? И все подтвердилось. Вот как есть, все подтвердилось, наши ребята замечательно написали все работы. Аналогично по математике. Есть небольшое там было, по-моему, снижение, но оно настолько незначительно, поэтому говорить о том, что вот эти условия, они только нервируют, я бы так не стал. Еще раз повторюсь, мы наоборот создаем сегодня обстановку безопасную и достаточно спокойную. И ребята должны уверенно себя чувствовать, понимая то, что в любой момент, если действительно было какое-то нарушение со стороны тех же организаторов, он может рассчитывать на то, что есть записи, и он может найти в этой записи своего союзника. Но в преддверии массовых экзаменов, в преддверии действительно серьезных испытаний для ребят, это что бы вы хотели им пожелать, ваша камера, ваш эфир? Ну, я хочу ребятам пожелать, безусловно, удачи, успехов, еще раз спокойствия. Вы все умницы, я знаю, что наш регион всегда достоин по результатам вот всех этих мероприятий. Желаю вам, конечно же, удачи и в дальнейшем. И хотел бы очень, чтобы вы все по окончании обучения остались здесь у нас в области. Для этого есть все возможности абсолютно и средних профессиональных образовательных организаций, и учреждений высшего профессионального образования. Еще раз удачи, всем спасибо. Но мне остается только добавить традиционное ни пуха, ни пера всем, кто сядет за экзаменационные порты. Я за ребят скажу, к черту. Спасибо большое, Игорь Васильевич. Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко был сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко Игорь Скубенко Игорь Скубенко Игорь Скубенко